Всем привет, с вами Андрей Фаев и Неник Молодого Отца. Перед началом данного выпуска я хотел вот что сказать. Я никоим образом не хочу никого учить, норовоучать или что-то подобное. Я просто хочу поделиться своей информацией, которой сам владеет, либо мы владеем моей женой, либо она владеет. Ничего больше. Если вспоминать тот период, который был у нас в начале, когда мы узнали, что жена беременна, в принципе у нас все получилось в первый месяц. Просто тесты вначале показывали отрицательный результат, и мы очень сильно расстраивались. Но когда тест наконец-таки показал две полоски, вначале это была невнятная, непонятная вторая полоса, но несомненно было удивление. Столько тестов показывали отрицательный результат, и тут наконец-таки положительный результат. Конечно же была радость, несомненно. Если так разобраться, мы просто встречали с женой 4 года. Наконец-таки поженились, подумали, годок поживем для себя, но на деле получилось немножко по-другому. В августе взялись за дело, и в сентябре узнали результат о том, что мы ждем такого чудесного малыша. Если брать относительно того, что каждый мужчина, он изначально хочет сына. Так и было со мной в принципе, это неудивительно. Но сейчас по прошествии 8 месяцев, которые исполнились, 10 января моей дочке, я смело могу сказать, что я рад, что у меня дочка, несомненно, и жена меня не бьет на сзади там чем-то, и не пустил электрический ток. Нет, несомненно, я говорю правду. И когда будет вторая беременность или там последующая, несомненно, я буду вначале хотеть сына. Но оно будет как будет. Вспоминая первый совместный поход, платно на УЗИ 18 недель, УЗИ показало, что у нас будет девочка. Мне, хотевшему сыну, было немножко обидно, и я немножко был расстроен, но виду не показал. Не хотел расстраивать жену на тот момент. Но вполне был доволен дочкой, и про себя подумал лишь одну информацию. Главное, чтобы была здорова. Для себя я отмечаю одну вещь, что для 90% женщин на нашей планете беременность несомненная радость. И только для 10%, как я думаю, считаю, беременность – это следствие залета, следствие неудачного загула, неудачного секса и всего прочего. Для остальных 90% несомненная радость. Долгожданная ли, когда люди по той или иной причине долго не могут завести ребенка. Либо у них все быстро получилось, и они рады этому событию, которое произойдет в их жизни. Вспоминая беременность с женой, и в первую очередь я вспоминаю постоянные походы в женскую консультацию к ее гинекологу. Литры, забранные у нее кровью, из вены и пальца, еженедельные, если я не ошибаюсь, и анализы различного рода. И у меня разок взяли кровь из вены. Так вот, что еще запомнилось из той беременности? Так это несомненно. После того, как наш ребенок начал толкаться у нее в животе, если же он не толкался несколько часов, если не дай бог несколько дней, это было что... Ну-ка послушай, может ты слышишь, мне бьется сердце Ки, я переживаю, что случилось, почему она не толкается, почему? Я про себя тихо молился. Ну, толкнись же уже, наконец-то. Толкнись. После того, как она толкалась, была следующая фаза. Ну, наконец-таки она толкнулась. А может ей плохо у меня в животе, поэтому вот она так мало. То есть это было несомненно. Я понимаю, что женщинам тяжело все такое, но вашим мужчинам, поверьте мне, ничуть не тепло. Жена сидит на одном сайте, который называется ББРУ, и читает всякого рода рассказы. Ну, и на раз, честно, у меня дыбом волосы встают, там, бросят беременную жену, уезжают с друзьями, бухать в баню, все такое. У нас не было такого. Единственное, что я себе позволил отдохнуть за всю беременность жены, это был поход на корпоратив от работы. Ну, и то, я не помню, корпоратив, кажется, в восемь начинался, а пробыл я там до десяти, что ли. И то пришел не в Дарбадан пьяный, а выпив пару-тройку бокалов вина или шампанского. То есть, в принципе, всю беременность я был с женой. Что же еще такого запомнилось? Ну, это вторая уже, тридцать вторая была неделя. То тридцать вторая неделя была, поход к гинекологу, и там же фотки мы получали. Вот, пошли на платное УЗИ, ну, скрининг называется по-модному. Вот, там фотографии делают, детей записывают на диск. Так вот, наша дочь, ну, ни в какую не хотела показывать свое лицо. То, что у нас есть там фотографии на диске. То, что она закрывалась по-всякому. И нам УЗИ сама говорила, ну, у вас и скромный ребенок. Вот, сказал, что у нас есть одно обвитие, и то, что, ну, как бы, все возможное, гипоксия, гипоксия и все прочее. Мы же, конечно, расстроились, поднапряглись. Ну, вышел, сказал, ничего. Я думаю, что все будет хорошо. Наша дочка родилась 10 мая, а 9 мая мы пошли к бабушке моей жены. Она тут нахотовила. Моя жена нахомячилась, там, все, говорит, там, предварительно накануне, там, вот как чувствовала, там, все хорошо вымылось, там, подготовилась, там, голову помыл, все, нахомячилась. Мы пришли с ней домой. Было, наверное, 4 утра примерно. Моя жена, в отличие от всех остальных, у которых много было ложных схваток, там, за всю беременность раз в 5 они в роддом ездили, у моей жены ничего подобного не было. И когда в 4 утра она меня разбудила со словами, милая, я, похоже, рожаю, так как несколько дней назад у нее отошла пробка, вот, она будет говорить, милая, кажется, рожаю. Ну, понятно, в 4 утра любой нормальный мужик скажет, хватит не выдумывай, спи, давай. В итоге мы проспали до 9, она пошла и сказала, у меня, кажется, потекают воды. Там что-то, зеленую цель что-ли было уже как-то. То, что я позвонил в скорую, приехал в скорую, после определенного допроса и задачи вопросов, мы взяли пакеты. А, да, и за несколько дней до этого она перебрала пакеты, с которыми поехала в роддоме в итоге. Вот. Ну, взяли пакеты, погрузились и приехали. Мне записали данные уже в роддоме, забрали пакеты, она отдала мне там вещи, которых она была, и я поехал домой. Приехали мои родители, я уже был дома, и просидев дома, раздобав определенную информацию о том, кто будет в этот день дежурить. Мы поехали уже в сам роддом. Жена мне периодически звонила, рассказывала ту или иную информацию, что у них сейчас происходит. Изначально ее, она должна была по словам врачей сама рожать, но по определенным причинам ее в итоге прокисарили. И у нас дочка родилась без 5,7. Вот. А мы порождали до 8 часов под окнами, в общем, роддома. И когда в 8 часов подошли и узнали, нам сказали, нестабильна была радость. Родилась дочка, 55 сантиметров, 3660. И я поехал домой. Но так как особо ни с кем информация не делились о том, что жена беременна, но сейчас кто-то скажет, а что вы ни с кем не виделись? Да нет, виделись, но особо как-то с кем-то чем-то таким делиться не хотели. Поэтому, приехав домой, мне очень сильно, а я приехал один, родители уехали в деревню, мне очень сильно хотелось с кем-то поделиться. Черт побери, никого не было. Я помню, написал знакомому ВКонтакте, там за меня порадовался, пожелал, все такое. Да, когда ехал уже из роддома на маршрутке, позвонил хорошему знакомому, лучшему другу, он поздравил меня. Вот. Те 5 дней, которые не было жены с дочкой, предварительно я убрал всю квартиру, убрал комнату, в которой дочка вот сейчас спит, забрал кроватку, там чуть поднарядил. Ну, в общем, ждал выписки. На следующий день, после того, как родилась дочка, мы с бабушкой жены поехали, отвезли ей небольшую посылку. Так особо ничего такого не было. На пятый день мы выписались, я взял 3 дня отдыха, и 5 дней мы были вместе, привыкали. Ну, привыкали к ребенку, и к нам ребенок привыкал. Вот что хотел еще сказать. По сути, с рождения ребенка и все последующее время, они очень важны. Но, по большому счету, как мне кажется, вот этот первый месяц, он, несомненно, очень важен. Так как, вы привыкаете к ребенку, ребенок привыкает к вам, он привыкает к этому внешнему миру, ко всем его факторам. Что запомнилось в этот первый месяц, на пятый день, ну, в день выписки из роддома, дочка начала улыбаться, начала переворачиваться вообще в первый месяц с бачка на бачок. Сперва мы купали ее в детской ванне, грея предварительно воду, а потом мы ее охлаждаем. Ну, уже к концу месяца стали купать в обычной ванной. Конечно, первые купания в большой ванной дочка не особо испытывала радость. Часто плакала, поэтому вынимали. Но со временем она уже привыкала. Начали гулять с нею, первые гуляния тоже не приносили особо радости. А в последующем, ну, это приносило свои плоды, так как дочка очень хорошо спала на улице во время прогулки. То, что прогулка для нее была сном. Зачастую не могла уснуть, поэтому приходилось возить ее по кочкам. Да, русские кочки, ямки, для нее это вполне же кайф. Что было отрицательного, так это колики, которые у нее появились. В отдельном видео я, наверное, расскажу о тех препаратах, которые мы применяли для того или иного лечения, и помогали они или нет. Я тоже, несомненно, расскажу. Ну, о чем хочу всех предупредить и посоветовать. С первого месяца, вот именно с первого месяца, не приучайте ребенку к укачиванию. Нашей дочке восемь месяцев. Я честно скажу, хочу сказать, мы с этим делом очень мучились. Вы приучили это, вот, наверное, в первый-вторый месяц. Для нас это реально вот сейчас очень большая трагедия. Дочку по-другому нельзя заставить спать, поэтому помогает только укачивание. Поэтому, если вы найдете альтернативный этому способ, любой другой, в кроватке вы сможете укачивать. Ни в коем случае не приучайте укачивать ее на руках. Потому что это, для вас потом это будет очень тяжелая мука. Потому что вот сейчас дочке восемь месяцев, иногда это бывает полнейшим кошмаром. Наверное, это все, что я хотел рассказать в той или иной мере про вот до беременда, точнее, до рождения дочки и про первый месяц. Если у вас остались какие-то вопросы про первый месяц, и у вас есть вопросы про второй месяц, я расскажу об этом в следующем видео. А, еще раз хочу извиниться за то, что на неделю задержался с выпуском, но ты имелись определенные обстоятельства. Так что, на сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте мое видео, ставьте лайки, пишите, что вам нравится, что вам не нравится, задавайте ваши вопросы про первый, про второй месяц. И через неделю выйдет новое видео. Пока-пока.